Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Улправда.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Ульяновские коммунальщики бьют по сосулькам круглосуточно. Особенности национальной масленицы ульяновцев научили встречать весну. В микрорайоне Репина настраивают освещение. Ульяновские аграрии планируют увеличить показатели экспорта. Только в этом году в агропромышленном комплексе области реализуется 22 инвестиционных проекта. И это еще не предел. Как увеличить показатель экспорта сельскохозяйственной продукции и поднять отрасль АПК на новый уровень? Разбирались на профильном совещании с участием самих фермеров и сотрудников регионального минсельхоза. Задачи у региона масштабные. К 2024 году увеличить показатель экспорта в 2,5 раза, что составит 72 миллиона долларов. Для этого на 2019 год определены несколько направлений инвестирования. И буквально на 2019 год мы имеем на сегодняшний день в нашем портфеле 22 инвестиционных проекта объемом порядка 9 миллиардов рублей, что позволит создать дополнительный порядок тысяч новых рабочих мест. Вот эти вот задачи как раз на сегодняшний день, все что касается инвестиционной политики, они так или иначе увязываются в общую единую концепцию и в рамках послания президента соответственно. Речь идет в том числе о строительстве зернового комплекса в Вишкаемском районе, животноводческого комплекса и пункта по сбое крупного рогатого скота в Чердоклинском и Барышевском районах. Не забудут и о действующих предприятиях. К примеру, на крупнейшем ульяновском предприятии «Тепличная» поэтапная модернизация рассчитана на 5 лет. Все под контролем личного губернатора. Сергей Морозов регулярно осматривает площадки и проводит совещания на базе «Тепличного». В последний визит главе региона показали модернизированную теплицу, где выращивают землянику, и отремонтированную котельную. Рынок тепличных хозяйств очень возрос в России, практически на 50% увеличилось количество теплиц закрытого грунта. Соответственно, наша задача в первую очередь остаться на высоком качестве, на объеме валовой продукции и на производстве каких-то новых необходимых овощных культур для жителей, в первую очередь, нашего региона и для регионов Российской Федерации. В 2018 году на модернизацию «Тепличного» было инвестировано 55 миллионов рублей. В этом году запланирована работа на сумму в 74 миллионов рублей. По словам руководства учреждения, благодаря поддержке государства в эксплуатацию удалось ввести еще 300 гектаров теплиц. Скажется это и на урожае. Как говорится, проведение здесь крупного выездного совещания, связанное с тем, чтобы сюда приехали ведущие специалисты, и мы могли бы здесь, на этой площадке, поговорить не только о том, как правильно выращивать эту продукцию, как правильно и эффективно вести хозяйство, но и вот с учетом того, что мы в любом случае будем касаться вопросов торговли, как правильно продавать эту продукцию. По прогнозам Минсельхоза России, в этом году отечественные сельхозорганизации соберут почти полтора миллионов тонн овощей, выращенных в закрытом грунте. При этом рост оцен на овощи не прогнозируется. В микрорайоне Репина ведется монтаж новой линии освещения. 12 железобетонных опор уже установлены от дома номер 9А по улице Скачилова до улицы Защитников Отечества. Начат монтаж креплений для изолированного провода. Объявлена процедура закупки 18 светильников. За упавшую с балкона сосульку хозяин квартиры может понести уголовную ответственность. Администрация города напоминает, что владельцы балконов, на которых без согласования с обслуживающей компанией настроены козырьки, самостоятельно обязаны очищать их от сосулек и снега. Подробности у Павла Полового. Перепад температуры за окном создает проблемы всем. На улице пешеходов и водителей ждут снежная каша на дороге, плохая видимость, лед и сосульки на крышах домов готовы в любой момент сорваться. Городские службы работают в авральном режиме, однако и природа не отстает. На месте вычищенной дороги буквально через несколько часов вырастает сугроб, на месте сбитой сосульки еще большее. Причины самые разные. Чаще всего это утечки тепла из-под кровли. Тогда городские сталактиты растут даже в мороз. Весной в плановый период борьбы с сосульками, снегом и наледью, на кровлях коммунальщики сталкиваются уже с несбиваемыми экземплярами. Как, например, сосулька Нагафурова 47, о которой мы уже не раз рассказывали. В целом же опасных новообразований на крышах сотни. После наших сюжетов городская администрация решила рассказать о ежедневной работе по уничтожению сосулек и наледи. За прошедшую неделю было выявлено 374 объекта, подлежащие очистке. За неделю мы очистили 181. Сегодня отрабатываются объекты, которые остались. Всего, по нашим данным и данным поступивший контакт-центр города Ульяновска, 93. Кровли, на которых есть угроза схождения снежных масс, либо находятся сосульки. В кабинете от этой работы не укрыться. Да никто и не пытается, ведь угроза падения льда слишком серьезная. Могут погибнуть люди, и тогда для ответственных лиц наступит уголовная ответственность. Возникающие протечки из-под кровли из-за образовавшейся наледи. Тоже головная боль для коммунальщиков, ведь ремонт должны будут оплатить они. Повреждение имущества вследствие протечек, то есть ситуация, в которой мы и Гафурова совсем, хотя она отклоняется от общих, скажем так, некоторых критериев. Управляющая организация на тот момент должна среагировать в любом случае. И правило приписывает, что в течение труднее они обязаны заактировать данную ситуацию, среагировать. Если этого не происходит, советуем жителям обратиться в 05 или 737-911 по телефону горячей линии. Однако, если устранение внутриквартирных последствий весны еще только предстоит оценить, с внешними борются. Мы проехались по городу еще раз и нашли подтверждение словам городских чиновников. Сазульки сбивают, причем не только в Ульяновске. По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, в период начала активного таяния снега, активизирована работа по очистке кровель многоквартирных жилых домов. Работа эта проводится на постоянной основе. Сотрудники департамента жилищной политики выезжают с проверками по всем муниципальным образованиям. Особо проблемные точки, как, например, дом на нижней террасе по адресу улица Шиферов, дом 10, тут же очищаются. Правда, погода практически любыми своими проявлениями создает проблемы. К сожалению, погода нас не очень радует в этом плане. Часто переходы через ноль способствуют образованию сосулек. Поэтому практически каждый день работает вышка. Работа выполняется специализированными работниками, промышленными альпинистами. Техника безопасности соблюдается неукоснительно, тем не менее опасность остается. Не всегда понятно, насколько крепко держится лед на крыше и не сойдет ли ледяная лавина прямо на корзину с человеком от неверного удара по сосульке. Поэтому нужна максимальная освещенность. Февральские и мартовские оттепели и снегопады не дают отдохнуть городским коммунальщикам. В ежедневном режиме они сбивают сосульки, угрожающие жизни горожан. Однако сосульки вырастают заново. Работа ведется практически весь световой день. С 9 утра и до 5 часов вечера. Работа над одной кровлей может занять от одного до нескольких часов. Зачастую, чтобы машина с корзиной смогла бы войти во двор, его вначале приходится вычистить от снега. Оббиваются все сосульки по периметру, даже там, где они не угрожают ничьей жизни. Но они могут расколотить окно или наружную часть подоконника. Прогноз погоды пока против коммунальщиков. Поэтому битва с сосульками продолжается. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. У десантников 31-й бригады появилась возможность проявить свои физические и морально-волевые качества при прихождении дистанции в 10 километров. В Новом городе прошли всеармейские заочные соревнования среди воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации. Подробности у Ринаты Алюловой. Село Архангельское. Пересеченная местность. 269 военнослужащих 1-го десантно-штурмового батальона 31-й Ульяновской бригады ВДВ готовятся к лыжной гонке на 10 километров. Все они участники всеармейских соревнований среди воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации. От каждого вида рода военного округа участвует лучшая воинская часть и по результатам определяется лучшая воинская часть вооруженных сил. Воздушно-десантные войска представляет 31-го отдельная десантно-штурмовая бригада, показавшая лучший результат в воздушно-десантных войсках на отборочном этапе. 9.30 по местному времени. Через несколько минут начнется первый старт. Перед соревнованиями для поднятия боевого духа бойцы устроили показательные выступления. Силу и ловкость они продемонстрировали с присущим им азартом. Стой, готовь! Военнослужащие разведывающие подразделения представляют вашему вниманию. В лыжной гонке участвует 7 возрастных групп военнослужащих. Самому младшему солдату 18 лет, а самому зрелому военному 54 года. Максимум все должны выложиться для того, чтобы занять первое место в вооруженных силах. Другого варианта у нас нет. Слава ВДВ! Спустя 15 минут к линии старта выходит первая группа. У десантников еще есть несколько минут перед начальным заездом, чтобы подготовиться и настроиться на лучший результат. Особенностью этих соревнований является то, что проводятся они по правилам военно-прикладного спорта. То есть бег осуществляется в военной форме и на армейских лыжах. Особенность есть то, что лыжи немного больше спортивных и шире. Инструктивный материал тоже самое, полупластик. Поэтому позволяет показать высокий результат. Военные идут на лыжах классическим ходом. Коньковым способом перемещаться проблематично. Дело в том, что в режиме военных или разведывательных действий голубые береты встают на лыжи только в двух случаях. Выход в другой район или уход после выполнения какой-либо задачи. И тут не обойтись без оружия и амуниции. Ребята будут проходить индивидуально. Каждый выполняет результат по своей подготовке. На максимум. Мы стараемся выйти на не меньше, чем на первый и второй разряд. Первый разряд равен 50 минутам. Второй – 53. Третий разряд плюс 4 минуты от предыдущего результата. Через 36 минут после старта в финишную черту переезжает первый победитель, который бьет все личные рекорды. Следом подтягиваются остальные. Меня, конечно, впереди трое обогнали. Но ничего, надо по своему результату бежать, по своей силе. Можно и вперед выйти, а потом через какие-то два километра и отстать, устать и так далее. Всеармейские соревнования среди воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации в Ульяновске проводились впервые. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Сердце отдаю детям. В Ульяновской области выбирают лучшего педагога дополнительного образования. Подобный конкурс проходит уже в четвертый раз. Победители муниципального этапа сразятся на региональном уровне. Педагог дополнительного образования не менее значимый человек в жизни школьника. Именно эти люди отвечают за организацию досуга ребят. Это не только умеющий увлечь служителей наставник, но и аналитик, который разрабатывает собственные программы обучения. Выбрать лучшего позволяет всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям». Городской этап уже стартовал. В этом году участниками очного этапа конкурсов профмастерства стали 11 человек. Это педагоги физкультурно-спортивного, социально-педагогического и художественного направлений. Среди участников как опытные учителя, так и люди, недавно окончившие университет. Но каждый из них уверен, педагог дополнительного образования – это призвание. Так скажем, начало моей карьеры, даже уже предпосылки к педагогической профессии были в раннем детстве. Пошла по стопам своей мамы. Работаю с дошкольниками в школе раннего развития «Малышок». Другая участница Юлия работает по профессии уже больше 15 лет, но так же, как и Надежда, с детства мечтала быть учителем. А первыми ее учениками были куклы. В моем коллективе дети от 3 до 16 лет. И есть одна пара международного класса мастерства, кандидаты в мастера спорта и многократные победители чемпионатов российских и международных конкурсов. Конкурсантам предстоит преодолеть три испытания. В первый день состязания педагоги представили презентацию «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу». Следующим этапом станет проведение открытого урока. Завершится состязание в профмастерстве уже 6 марта импровизированным конкурсом СССР на заданную тему, которое нужно будет не только написать, но и представить судейской бригаде. 15 марта ульяновцы смогут получить бесплатную юридическую помощь. В этот день с 9 утра до 6 вечера прием граждан будет вестись в общественной приемной администрации Ульяновска. Получить бесплатные консультации по правовым вопросам можно будет во всех районах Ульяновска. Масленичная неделя в самом разгаре. Первыми к празднованию подключились городские библиотеки. Работники переоделись в комарохов, напекли блинов и пустились в хоровод. Не забыли пригласить гостей и рассказать о необычных традициях масленицы. Перетягивание каната, смешные скомарохи и зажигательные танцы. В Ульяновске началась масленичная неделя. По случаю проводов зимы централизованная библиотечная система города запустила целую серию тематических мероприятий. Первыми в весну начали встречать библиотеки номер 15. Как мы все знаем, что масленицы празднуются по классическому сценарию. То есть в основе у нас лежат проводы зимы и встречи весны. Но что особенно хочется отметить, что 2019 год объявлен в Ульяновске городом национального единства. И поэтому сотрудники нашей библиотеки решили провести чувашскую масленицу. Саварни. В переводе с чувашского масленичная неделя. Принцип праздничной гулянии у этого народа схож со старорусской традицией. Единственное отличие – акцент на национальных чертах. Народные костюмы, песни, игры на чувашском языке. Например, соревнования по перебрасыванию снежков, где все действия происходят только на чувашском языке. В понедельник по народному масленичному календарю «День встречи» сотрудники библиотеки номер 15 приготовили для своих читателей, местных детворых, жителей и учеников 47-й школы праздничную программу. Сначала на улице, а затем в читальных залах. Масленица – это народный праздник, который отмечают, наверное, все народы. Мы каждый год отмечаем масленицу. Он мне очень нравится. А вот как тебе это мероприятие? Нравится? Да, очень. Чем тебе оно нравится? То, что здесь много детей и можно развлечься. В этот день взрослых и детей развлекали не только играми и конкурсами. В конце всех участников праздника угостили главными масленичными яствами – блинами, караваем, медом и чаем. Рината Леулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Сегодня ночью и завтра днем в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с порой до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 3 градуса. Будьте осторожней на дорогах. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова